Ошибки Windows 10. Монитор стабильности системы. Друзья, всем привет! Никого не удивишь нестабильной работой компьютера. Причинами этого могут быть как неисправное оборудование, так и неудачное обновление системы или драйверов. В результате вы получаете внезапные синие экраны с последующими перезагрузками. Понять, что же происходит с вашим компьютером, нам поможет монитор стабильности системы. Я нажимаю кнопку «Пуск» и набираю с клавиатуры «Центр безопасности и обслуживания». В открывшемся окне распахиваем секцию «Обслуживание» и переходим по ссылке «Просмотреть журнал стабильности системы». Посмотрите, пожалуйста. Windows оценивает стабильность работы с помощью специального индекса. Он может принимать значения от 1 до 10. И его график вы видите на экране. Чем выше индекс, тем стабильнее работает система. И наоборот. В те дни, когда на компьютере случаются ошибки, индекс падает. Если все нормально, начинает потихоньку расти. Как видите, практически каждый день в журнале присутствуют информационные события, отмеченные синими маркерами. Они сигнализируют об успешных обновлениях Windows. Больше всего нас, конечно, должны интересовать красные маркеры. Это критические события. В идеале их быть не должно. Это может быть сбой отдельного приложения, когда оно внезапно прекращает работу. Или же сбой самой операционной системы, что гораздо неприятнее. Чаще всего они происходят где-то внутри вашего компьютера, и вы этого даже не замечаете. Но иногда дают о себе знать синими экранами. Что дают нам эти ошибки? Например, 12 февраля у меня произошло 3 критических события, связанных с тем, что работа в Windows была неожиданно завершена. Если я сделаю двойной клик по этому событию, то получу развернутую информацию об ошибке. Теперь ее описание можно выделить, скопировать и поискать в Google, что она обозначает и каковы ее причины. А вот мы видим, как предыдущая ошибка привела к синему экрану. Кстати, забегая наперед, хочу сказать, что непредвиденное завершение работы – это весьма распространенная ситуация для стационарных компьютеров. С чем она связана и как это исправить, мы поговорим в одном из следующих видеоуроков. А пока, откройте монитор стабильности вашей системы и в комментариях к этому видео напишите, в каких границах у вас изменяется индекс на графике. Вам понравилась подсказка? Ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok